Сокол и Зимний Солдат Комиксов Люди, а именно Рой Томас, Тони Изабелла и Сильвио Базима, надеюсь правильно произношу его имя. Почему Великие? Дело в том, что эти писатели и художники вместе или по отдельности создали или же работали над такими персонажами, как Росомаха, Вижен, Халк, Морбиус, Призрачный Гонщик, Желтый Жакет, Капитан Америка, Дардевил и многие другие. Но вернемся к нашему Сабжу. Настоящее имя Гельмут Зему. Цвет глаз голубой, цвет волос блондин, рост 187 см, вес 83 кг. Происходит Гельмут из древнего рода Зему, который уходит своими корнями в Германию. Недаром же он барон. И вот тут нам нужно отмотать время назад и познакомиться сперва с его отцом, для того, чтобы лучше понимать сына. С Генрихом Зему. Генрих родился в 1900 году и, разумеется, его взрослая жизнь пришлась на времена Второй мировой войны. Он был немецким ученым, который, разумеется, присоединился к фашистской Германии. Но гений его ума мог сравниться лишь с его неудачей. Когда он разработал одно из первых в мире лазерных оружий для Германии, вместе, кстати говоря, с бароном фон Штрукером, то на них напал капитан Америка и Баки со своим отрядом и уничтожили само оружие и все наработки. Это спровоцировало цепную реакцию, в результате которой Генрих был дискредитирован среди немцев за его провал и среди всего мира как ученый, который разрабатывает оружие для фашистской Германии. В связи с этим ему пришлось взять маленького Гельмута, жену и пуститься в бега. Лицо его было широко известно общественности, и ему приходилось прятать его под маской, чтобы никто не узнал. Однако карьеру ученого он не бросил и вскоре разработал формулу вещества, которая намертво связывает между собой предметы. Другими словами, он придумал суперклей. Но и тут его нашел Кэп, и благодаря удаче Генриха, флакон с клеем пролился ему на голову и намертво приклеил ту самую маску к его лицу. Как я и говорил, неудачник. После этого провала Генрих спятил. Он возненавидел капитана и обвинил его во всех своих неудачах. Ну, с какой-то стороны его можно понять. В общем, он бросил свою жену и маленького сына и пустился в бега уже сам, одержимый желанием мести Кэпу лично и всем штатам в частности. В конечном итоге он объединился с Красным Черепом, и вместе они смогли изловить Кэпа и Баки. Героев запустили вместе с тем самым самолетом, который должен был уничтожить США. Как мы все с вами и знаем, самолет удалось остановить, а Кэп и Баки были заморожены на многие годы. Теперь мы знаем, что именно барон Земо создал этот самолет, и именно он ответственен за заморозку героев. Далее Генрих Земо не остановился и продолжил злодействовать, потому что комиксы 60-х. Спустя несколько десятков лет Кэпа нашли и разморозили. Он вместе с Мстителями вновь нашел Земо, который все еще злодействовал. И в результате боя, который завязался в очередной раз, Генрих был погребен в своей собственной секретной лаборатории в пещере под обвалом. Теперь давайте вернемся к нашему повествованию. К барону Земо 13-му. Его отец, логично, был 12-м. Гельмут видел всю историю жизни отца с другой стороны. Он видел его как великого ученого, который трудился на благо своей страны. А враги на него нападают и уничтожают всю его работу раз за разом. Далее их семья теряет все и пускается в бега, но и тут враги не отступают. Их находят и уродуют его отца. Далее отец сходит с ума и из любящего, заботливого родителя превращается в черти что. Далее он бросает семью в погоне за местью и погибает от рук все тех же самых врагов-захватчиков. Да, он упускал на чьей стороне был отец и к чему могли привести его изобретения и одержимость в целом. Но давайте оставим это в стороне, все-таки комиксы как-никак. Маленький Гельмут всего этого естественно не понимал. И он решил вырасти и отомстить за отца, разумеется. Всю свою юность и молодость он посвятил науке и изучению наработкам отца. План был такой, создать тот самый суперклей своего отца, взять себе личность злодея Феникса, типа воспрял из пепла, поймать капитана, рассказать ему кто он и свой злодейский план, а после смеясь утопить героя в этом самом клее. Короче, он решил склеить Кэпа. План был отличный и удался по всем параметрам, но Зему не учил всего одного. Он не учил друга Капитана Америки, Сокола, Сэма Уилсона, который пришел на помощь в самый последний момент и освободил Стива. В ходе боя Гельмут свалился сам в чан с этим же химикатом. История чем-то напоминает Джокера, верно? Кстати, Кэп тогда очень сильно расстроился из-за его смерти, ведь он видел в Зему не злодея, а очередную жертву войны. И он прав, как лично я считаю. После этого персонажа забыли аж на 9 лет, но вскоре вернули. Оказалось, что падение в чан не убило его, а лишь изуродовало. Поэтому маска теперь точно такая же неотъемлемая часть образа барона Зему, как и когда-то для его отца. Далее авторы комиксов к нему обращались много раз, но персонажа никуда не двигали. То есть он мог появиться в той или иной истории с желанием всех победить и все захватить, терпел позорное поражение и уходил до следующего раза. Однако в одном из таких событий он нашел слабые места всех Мстителей на тот момент. Сумел собрать команду злодеев и использовать все свои наработки и наблюдения для того, чтобы одолеть Мстителей. Мне кажется этот момент интересным, так как он замечательно показывает, что Земо в первую очередь думает, а не действует. Ведь он простой человек, у него нет никаких суперсил, ему приходится все продумывать наперед и находить необходимые рычаги давления. Далее из значимых событий, я думаю, нужно отметить создание Громоверцев. Именно барон Земо собрал первый состав этой команды. Большинство героев пожертвовали собой на тот момент для того, чтобы остановить натиска. Не буду вдаваться в подробности, история сложная и достаточно большая. Поэтому ниша для супергеройства была свободна. Идея была такова. Собрать группу злодеев, придумать для них альтер-эго и каждый из них представиться миру новым героем. Завладеть сердцами и доверием массы. И также властей. Проникнуть максимально глубоко в щит и захватить все изнутри. Все получилось, кроме одного но. Его сообщникам понравилось быть хорошими ребятами. Все их любят, все их уважают, никто за ними не гоняется. Все отлично. Еще одно интересное событие случилось в рамках мини-серии Avengers Thunderbolts. Там Зиму решил создать устройство под названием Освободитель. Оно впитывало все суперсилы по всему миру. Тем самым лишая суперсил всех. Героев, злодеев, всех. Зиму считал, что спасти Землю можно лишь убрав все суперсилы и вернувшись к истокам, когда все будут просто люди. Совести ради, нужно заметить, что в нашем реальном мире, где суперсил нет, я точно могу сказать, что мы не живем в утопии. И план Зиму мне кажется немножко неправильным. Видимо, Мстители посчитали точно так же и сумели его остановить. Когда Стив Роджерс погиб в конце Первой Гражданской войны, как мы все с вами знаем, его место занял Баки. Кстати, именно Старк помог ему стереть остатки контроля Зимнего Солдата из головы. Так вот, Зиму посчитал, что титул Капитана Америки нельзя просто взять и передать. Он посчитал, что его нужно заслужить. Поэтому он слил информацию о том, что под маской Капитана сейчас находится не Стив Роджерс, а Баки Барнс. И он в прошлом опасный террорист Зимний Солдат. Он хотел сломить дух Баки, уничтожить его личность, чтобы он сложил с себя полномочия Кэпа. Но своими действиями лишь закалил дух Баки и сподвиг его на дальнейшие действия в образе Капитана. Когда мантия Кэпа перешла к Соколу, к Сэму Уилсону, мы, кстати, скоро это увидим в сериале, то он как раз столкнулся с очередной угрозой от Зиму. В этот раз Барон захватил власть над Гидрой и решил взорвать биологическое оружие в атмосфере Земли, чем вызвать бесплодие среди всех людей. Антидот выдать лишь агентам и членам Гидры. Люди в своей беспомощности обратились бы к Гидре и к Зему лично за помощью в лечении своего недуга, а он сможет контролировать население всей планеты. Но и в этот раз у него не получилось. В небольшом комиксе Сокола и Зимнего Солдата, который вот буквально только что выходил, оказалось, что Зему жив и здоров. Он вновь захватил власть над Гидрой и что будет дальше, покажет лишь время. Вот вроде и все, что можно рассказать о его комиксной версии. Как мы видим, персонаж очень односторонний и не эволюционирует. Он злодей, хитрый и опасный. Авторы раз на раз к нему обращаются, когда нужен некий антагонист, который будет дергать за ниточки и противостоять героям не открыто, а как бы в закулисье. Зима мастер манипуляций. Он легко может убедить человека в той или иной идее, которая выгодна ему лично, тем самым заставив этого человека плясать под свою дудку, когда он об этом даже не подозревает. Теперь, когда мы знаем о его комиксной версии, мы можем смело оценить, что нам показали на большом экране. И лично мне киноверсия, пока что, нравится намного больше. Персонаж имеет более глубокую мотивацию и она вполне ясна. При этом он также хитер, хладнокровен и отлично манипулирует другими. Его можно очень много и достаточно гибко использовать в дальнейшем в киноселенной, на что я лично очень надеюсь. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать это биографическое видео. В следующий раз мы познакомимся с Гором, убийцей богов. А возможно и разберем всю арку Тора против Гора, убийцы богов. Посмотрим. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Если же вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Бусти. Видео выходят там немного пораньше, а также есть досу в закрытый телеграм-чатик, где мы общаемся редко, но очень лампово. Идея для этого видео и многих других появилась именно из этого закрытого чатика. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, я вам за это буду искренне благодарен. Разумеется, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на ютюбе, либо же через мою группу вконтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.